Привет! С вами я, Роман Казакевич. Это плей-офф. Вы узнаете о самых ярких событиях спортивной жизни нашего региона. Мы знаем все о спорте в Красноярском крае. Сегодня в программе. Как отметили открытие сезона красноярские экстремалы? Какой вид спорта поможет приобрести красивый рельеф мышц? Как отдыхают футболисты после турнира? В Красноярске в центре спорта состоялось открытие очередного экстремального сезона. Отмечали долгожданное событие грандиозным экстрим-шоу и ночными покатушками. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Начало очередного экстрим-сезона красноярские райдеры отметили с размахом. Первый контест прошел прямо перед входом в центр экстремального спорта Спортекс. Арену главных событий – открытие нового экстрим-года. По такому случаю сноубордисты и лыжники завезли туда снег, установили разгонку, трамплин и перила. Я вот только приехал, прям смотрю, снег. Не ожидал даже такого ощущения. Приезжаю, снег, я прям захотел кататься. До этого так сильно не денуло, как сейчас. Снег скользкий? Неожиданно скользкий. Что тебе дал Спортекс? Замечательную возможность тренироваться на батутах, пробовать какие-то трюки, понимать их физику трюков вращения, отрабатывать именно на сетке, на сход в поролон. Ну и разгонка, трамплин тоже там стоят. Много историй. В 2006 году губернатор Красноярского края Александр Хлопонин поддержал идею молодежи создать цивилизованные условия для тренировок и соревнований по экстремальным видам спорта, стремительно набирающим популярность в нашем регионе. Спортекс открылся в 2009 году и на данный момент является самым крупным и современным центром экстремальных видов спорта не только в России, но и в Европе. Комплекс состоит из двух отделений – скейтпарка и гимнастического зала, которые позволяют заниматься такими современными видами спорта, как скейтбординг, роллерблейдинг, маунтинбайк, BMX, паркур, акрофристайл и сноуборд. Сегодня экстремальные виды спорта набирают все больше и больше популярность среди молодежи. Конечно, одно из самых главных, что когда они приходили на спортивные объекты и занимались своим любимым видом спорта, повышали свое мастерство – это одно. Но самое главное, я желаю, чтобы они обходились без травм. Я, конечно, желаю, чтобы они побеждали у нас не только на всероссийской арене, но и на международной арене. Но и всех призываю заниматься физической культурой и спортом и любить то дело, которое привело их в замечательные дворцы, как дворец спорта экстремальных видов спорта. Сами вы не планируете тоже заняться экстрим-спортом? Я люблю увлекаться горными лыжами, для меня пока этого экстрима хватает. Смотри плей-офф, будь форм. После уличного джип-контеста в самом Спортексе состоялось торжественное открытие аллеи звезд экстремального спорта Красноярского края. Перерезали ленточку министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края Сергей Алексеев и сноубордист Виктор Налиткин, чья звезда блестела тут же на аллее. У меня это было приятно и неожиданно, так скажем. Я по ней прошелся с нашим министром спора. Мы как раз открывали ее вместе. Звезды будут появляться. С каждым годом их становится все больше и больше. И очень приятно было сегодня смотреть на выступления ребят, потому что уровень намного вырос, намного лучше. И я думаю, что через пять лет эта аллея разрастется и в длину и в ширину скоро место на ней вообще не остается. В этот вечер все желающие смогли насладиться грандиозным экстрим-шоу от лучших спортсменов Красноярска, призеров различных соревнований, которые демонстрировали захватывающие трюки по паркуру, велоспорту в дисциплинах BMX и Mountain Bike, роллер-блейдингу и прыжкам на батуте. В завершении праздника в скейт-парке Sportex прошли свободные ночные катания, скейт и роллер-контесты. Стоит ли удивляться тому, что с появлением у нас лучшего в России скейт-парка, для многих сибирских райдеров он стал вторым домом? Где ты больше сейчас живешь? Дома, школе или спорты? Я с гордостью. Большой спорт. Смотри плей-офф, пусть и твоя звезда зажгется на аллее славы. Специалисты утверждают, хочешь быстро развить мускулатуру? Займись гиревым спортом. О том, почему пузатый снаряд до сих пор пользуется огромной популярностью в России и какие соревнования по выжиманию гирь проходят в Красноярске, знает наш корреспондент. Пенье, коренье, а вы концуете. Силачи всегда были почитаемы на Руси. С появлением гири русские молодцы стали мериться силами на организованных соревнованиях. А в конце позапрошлого столетия гиревой спорт стал разновидностью тяжелой атлетики. Гирь является незаменимым снарядом для развития силы мышц. В нашей стране гиревой спорт связывает с именем русского богатыря Петра Крылова, в свое время получившего титул короля гирь. При весе 88 килограммов он выжимал двухпудовую гирю 86 раз подряд. Участвовать в соревнованиях по гиревому спорту могут как взрослые спортсмены, так и начинающие атлеты. Для юных силачей в возрасте от 16 до 22 лет в нашем городе ежегодно проводится первенство Красноярского края. Спортсмены легких весовых категорий поднимают гири 24 килограмма, более тяжелых, начиная с 78 килограммов, гири 32 килограмма. Спорт довольно трудный, но очень эффективно развивает силу, потому и имеет привлекательность и интерес у молодежи. Гиревой спорт отличается тем, что за счет него развиваются все мышцы, то есть не только тупо качание штанга, а все мышцы задействованы. В этом году на первенство края собрались порядка 50 юных атлетов из Красноярска, Ачинска и поселка Шушенское. Соревнования проходили в девяти весовых категориях от 58 до 105 килограммов. В гиревом спорте два основных упражнения в двойборе это толчок и рывок. Первым идет толчок, дается 10 минут на упражнение и рывок тоже 10 минут. Гири точно такие же, как и в толчке. Вячеслав занимается гиревым спортом полтора года и хотя о своем участии в нем парень узнал в последний момент, тем не менее гиревику удалось выступить достойно. Третье место в своей весовой категории – неплохой показатель для начинающего атлета. К соревнованиям не готовился. Вообще практически мне тренер, наверное, за неделю сказал, что я еду на соревнованиях. Ну, неплохо, доволен, но уже лучше по сравнению с предыдущим годом. Год назад, можно сказать, на соревнованиях толкал 32. Ну, улучшил результат. Я доволен. Победу на первенстве края в общекомандном зачете одержала сборная Красноярска, а второе место досталось гиревикам из Ачинска, которые пересилили шушенцев, оставшихся на третьем месте. Победители получили не только признание среди спортсменов, занимающихся тяжелой атлетикой, но и шанс попасть в состав сборной края. Смотри, пылай-офф, будь в форме! После каждого футбольного турнира проходит чествование и награждение лучших команд и игроков. Наш корреспондент Давид Абаджан побывал на традиционной футбол-пати. Футбол-пати – это вечеринка, которую традиционно проводит спортивное агентство на турнире. Футболисты сюда приезжают для награждения, да и просто, чтобы хорошо провести время. На футбол-пати обычно собираются участники и призеры любительских чемпионатов. Спортивное агентство на турнире .ру славится своими любительскими и корпоративными соревнованиями, которые, как правило, собирают много различных команд. Например, в турнире на призы футбольного клуба «Енисей-12 игрок» участвовали уже более 50 коллективов. Завершился очередной турнир на призы футбольного клуба «Енисей-12 игрок», и он проходил уже второй год подряд. Основной наш плюс в том, что наши турниры проходят на лучших полях в городе Красноярске. Это искусственные поля, лучшие поля последних поколений. На футбольном корпоративе на этот раз можно было увидеть не только действующих профессиональных игроков, но даже представителей власти. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Бабилат отдыхал вместе со спортсменами. Политиков есть большой интерес в спорту. По крайней мере, комитет, который я представляю, все занимаются спортом, причем футболом. Третье место на турнире «12 игрок» заняла команда «Ереланский Арарат». Серебро уже второй год подряд у коллектива под названием «Титан». Чемпионом турнира стал Арарат, который традиционно является фаворитом на таких соревнованиях. Призеры были награждены, а потом рассказали, зачем приезжают на футбол-пази. Команды, которые играли между собой, могли в дружеской, в такой же остановке, там, обсудить что-то. Просто приятное время провести. Играй в любительский футбол, будь всегда в форме и смотри программу «Плей-офф». На этом все. Сюжеты, вышедшие в эфир, смотри на сайте программы playoff24.rf, а также на интернет-портале «Вся Россия». Заходи в нашу группу ВКонтакте, будем общаться, смотри «Плей-офф», будь в форме! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова